Духовный завтрак Эмоции, которые порой мы не можем контролировать И на самом деле это очень и очень опасно Я заметил, что очень многие люди, добиваясь или достигая чего-то Потом это просто теряют Почему? Потому что в какой-то момент они не смогли справиться со своими эмоциями Со своими чувствами и понеслось Можно потерять отношения Просто потерять дружбу, друзей Можно потерять служение, можно потерять работу Лишь только потому, что в какой-то момент он не смог пропускать своих эмоций Знаете, очень много людей двигаются своими чувствами Своими эмоциями И они очень часто говорят Ну вот я такой, принимайте меня таким И я понимаю, что люди, которые не научатся обозгивать свои эмоции Они могут разводиться Они могут терять служение Они могут терять друзей Они будут уходить из церкви постоянно Почему? Потому что они не могут в какой-то момент Просто взять себя в руки и промолчать, может быть, или еще что-то Но не могут А Писание учит нас, что в различных ситуациях нам необходимо контролировать свои эмоции Это очень важно И знаешь, когда внутри все кипит Очень важно остаться хладнокровным И кто-то, может быть, сейчас скажет Это же лицемерие Как так? Внутри все кипит, а снаружи я хладнокровен Знаешь, я скажу, что это не лицемерие Я скажу, что это самообладание Как очень важно нам с вами быть людьми Которые могут справиться с самими собой Со своими чувствами и со своими эмоциями И наши эмоции можно укоротить Можно ими управлять Я в этом точно уверен Это знаешь, как укротитель Укротитель львов Когда он заходит в клетку со львами Он постоянно бодрствует Львы, они гораздо сильнее его Поэтому он постоянно держит себя во внимании Он постоянно на чеку И наши эмоции порой, как вот эти львы Они такое чувство, что если ты не пободрствуешь Они просто разорвут тебя и разорвут людей Возможно, которые как-то вокруг тебя Твои родные, близкие И послание евреям говорит о том, что чувства можно приучить Чувства навыкам приучены Их можно воспитать Я верю, что это возможно и тебе, и мне Надо просто постараться это сделать Надо просто посмотреть на Иисуса Надо просто вникнуть в Его Слово И начать поступать не так, как ты хочешь Как тебя твои эмоции заставляют А так, как написано в Слове Божьем Посмотреть, а как бы поступил Иисус А что бы Он сделал А как бы Он в этой именно ситуации повел себя Я... Вот коснись меня Я бы, например, лично очень хотел дружить С человеком, который владеет собой Ну, с таким человеком легко и дружить Я думаю, бизнесмены, когда выбирают себе партнера Они выбирают тех людей, которые могут владеть собой Я думаю, когда сестра смотрит на братья в церкви И она выбирает человека, который может владеть собой Потому что браки с таким человеком безопасны Я верю, что мы можем подчинить свою волю Волю нашего Господина Потому что Слово Божие об этом так говорит Нам надо лишь быть ближе к Нему Чтобы нашими эмоциями управляло Слово Божие Управляло правильное понимание того, кто мы во Христе Я благословляю вас, драгоценные Пускай никакие эмоции, никакие чувства Они не смогут нас выпить из седла И пусть эти любые наши эмоции Они будут всегда укрощены нами Благословляю вас, драгоценные Во имя Иисуса Христа Али